Умеренная физическая нагрузка повышает иммунитет и снижает заболеваемость. Безусловно, наиболее важный вывод, который был сделан в исследованиях иммунологии физических упражнений, заключается в том, что положительные иммунные изменения происходят во время каждого приступа умеренной физической активности. Со временем это приводит к уменьшению количества дней болезни простудой и другими инфекциями верхних дыхательных путей. Мы говорим о снижении заболеваемости на 25-50%. Назовите одно лекарство или добавку, которая может это сделать. И это не займет много. Пусть дети бегают всего 6 минут, и вы можете увеличить количество циркулирующих иммунных клеток в их кровотоке более чем на треть. А на другом конце жизненного цикла упражнения могут помочь предотвратить возрастное снижение иммунитета. Сидячие женщины в возрасте 70 лет могут иметь 50% вероятности получения заболевания верхних дыхательных путей во время осеннего сезона каждый год. Но ходите по полчаса в день, и ваш риск снизится до 20%. А бегуны в группе получили сокращение риска до 10 лет. Это в 5 раз лучше, чем наша иммунная система. Теперь, в то время как регулярная физическая активность улучшает иммунную функцию и снижает риск инфекции верхних дыхательных путей, длительное и интенсивное напряжение может иметь противоположный эффект, формируя так называемые J-образные кровяные отложения. Когда вы переходите от неактивного к активному, риск заражения снижается. Но сильные спортсмены, которые тренируются, могут на самом деле вызвать чрезмерную нагрузку на свой организм и увеличить риск заражения. Тогда вы можете потерять тренировочные дни. Ваша производительность может пострадать. Так что вы можете сделать? Что ж, традиционная спортивная медицина, кажется, не может предложить что-то особенное, советуя спортсменам не ковырять в носу, избегать больных, делать прививку от гриппа. Новое исследование, однако, показало, что можно улучшить поддерживать уровень циркулирующих лейкоцитов после изнурительных упражнений, потребляя особый тип клетчатки, присутствующей в персиках, пивоваренных или пищевых дрожжах. Пивные дрожжи горькие, но имеют приятный сырный вкус. Я использую их в основном, чтобы посыпать сверху на попкорн. В любом случае, обычно через 2 часа после выведения из строя вашего мозга, вы можете испытать падение циркулирующих моноцитов, одной из наших первых линий защитных лейкоцитов. Но те, кто ел пивные дрожжи менее 3 четверти чайной ложки в день, оказались даже лучше, чем когда они только начинали после напряженных упражнений. Означает ли это увеличение иммунных клеток и уменьшение заболеваний? Что ж, давайте попробуем это на некоторых марафонцах. Через несколько недель после Карлсбадского марафона многие бегуны сообщили о том, что у них появились симптомы верхних дыхательных путей, принимая плацебо. Но если вместо этого они получали эквивалент суточной ложки пищевых дрожжей, они снижали свои показатели в 2 раза. И что еще более примечательно, они чувствовали себя лучше. Их спросили, что они чувствовали по шкале от 1 до 10. Люди, принимающие сахарные пилюли, были похожи, ну, окей, ниже или около 4 или 5, но те, которые принимали идентичные капсулы с клетчаткой, найденные в пищевых дрожжах, были на уровне 6 или 7. Очевидно, что элитные атлеты обычно испытывают ухудшение состояния настроения во время интенсивных тренировок, а также до и после марафонской гонки. Но посыпьте небольшую ложку пищевых дрожжей, и вы можете почувствовать себя менее напряженным, менее утомленным, менее растерянным, даже менее злым и, мои любимые, значительно более энергичным.